Политическая жизнь Югры и Сургута в уходящем 2020-м была насыщенная. И, кстати, почти не переплеталась с темой коронавируса. В иных субъектах Российской Федерации в отставку за промахи в борьбе с пандемией отправляли и глав населенных пунктов, и высоких чинов из региональных белых домов. В Югре такого не было. В плановой повестке значились выборы губернатора автономии. Но перед этим состоялась онлайн-беседа Натальи Комаровой с президентом России Владимиром Путиным. Тогда он поддержал решение своего подчиненного выдвинуть свою кандидатуру на высокий пост. Как и положительно оценил ряд предложений, которые глава округа презентовала главе государства. В ХМАУ в непростой эпидобстановке без сбоев прошло голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России. Голоса отдали каждые два из трех жителей региона, обладающих таким правом, одобрили изменения 70% из тех, кто принял участие в голосовании. А самая неожиданная политновость, безусловно, декабрьская отставка Вадима Шувалова. Теперь уже экс-мэр Сургута закрепил за собой статус заместителя губернатора Югры и наблюдает за тем, кто придет на его место. Прямо сейчас обо всех этих событиях мы вспомним вместе с вами чуть подробнее и напомним о претендентах на пустующее кресло градоначальника. Знаковых политических вопросов в Югре в уходящем 2020-м было несколько. Пожалуй, главный для региона, кто и в каком направлении поведет его дальше. Наталья Комарова впервые уверенно и публично заявила о своем намерении продолжить работу в автономии, беседуя с президентом страны в июне этого года. То был отчет о собственной деятельности на посту, экономические итоги, исполнение задач по социальному развитию и нацпроектам. По многим из этих строчек Югра в лидерах различных российских рейтингов. Так что все это в целом дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать только вам успехов. Наталья Комарова, отчитываясь перед президентом, попросила о поддержке тех проектов, которые нужны даже не Югре, а всему государству. Второй мост через Обь – еще один путь к освоению Арктики. Эта задача стоит на федеральном уровне. Научно-технологический центр даст профессионалов не только округу, но и всей стране приоткроет завесу геномных тайн для всего мира. Инноград на Оби будут строить больше десятка лет. В числе кураторов и локомотивов – Курчатовские институты и технопарк Сколково. – Хорошо. Я не только ничего против не имею этого. Наоборот, согласен и поддерживаю. Ну, конечно, Наталья Владимировна, нужно проработать будет с министерством, потому что в ведомстве могут быть свои представления о том, где реализовывать подобный проект наиболее предпочтительно. Но, повторяю еще раз, я согласен и знаю, что площадка Сургута для этого подходит. Примечательно, что вместе с губернатором в гонке принимали участие те же соперники, что и пять лет назад – Алексей Сайвинцев и Михаил Сердюк. Несмотря на большой политический и управленческий опыт, по результатам подсчета голосов на выборах марафон проиграли. Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры избрана Комарова Наталья Владимировна. Согласна с мнением маститых политиков о том, что если кто-то из нас перестает волноваться, встречаясь с людьми, то пора менять профессию. Ответственность от этого никуда не денешься, потому что сама работа, самодолжность, компетенции, полномочия, которые закреплены за высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, она требует колоссальной ответственности, работоспособности и ответственности. Еще один лист на политическом календаре – голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. На участки пришли почти 62% жителей, то есть, по сути, два из трех, имеющих право на волеизъявление. Не рекорд в стране, но надо учитывать, что в это время автономия переживала пик коронавируса. Ежедневно в июне-июле врачи принимали в свои руки ответственность за жизни и здоровье 300 новых пациентов. Несмотря на то, что голосовали не только на участках, но и даже во дворах, ни одного нарушения не зафиксировали. Процесс контролировал пул из четырех сотен общественных наблюдателей. Очень много в этот раз захотели проголосовать на дому до 15%. Дворовое голосование порядка 30%. Все зависит от поселения и от погоды. Мы по максимуму постарались выставить вот эти шесть дней наши избирательные участки на улице. То есть, они ходили по дворам, придомовые территории. Но, к сожалению, не везде это получалось, поскольку погодные условия нам немножко помешали. В 2020-м завершился громкий уголовный процесс над бывшим мэром Сургута. Дмитрий Попов четыре года ходил то на допросы, то на суды. Экс-градоначальник уверял, никакой корыстной выгоды от продажи песка. Выплаты субсидий совхозу Северному и покупки здания для билдинг-сада он не получал. Следствие настаивало, прокуроры просили, Попов отрицал. Немногим верилось, что приговор будет оправдательным. Слишком уж ничтожна статистика таких вердиктов. Но случай с Поповым ее, пусть немного, но повысил. Суд приговорил оправдать Попова Дмитрия Валерьевича по предъявленному обвинению в совершении преступления под усмотром пункта В.Ч. 3 ст. 286 УК РФ. После решения суда первой инстанции прокуратура обжаловала оправдательный приговор, но апелляция лишь подтвердила невиновность Попова. Сам он, отвечая на вопрос, что изменил бы в жизни, говорит, что скорее не пошел бы на выборы 10 лет назад, чем поменял принятые собой решения. Если бы я что-то поменял, я бы, наверное, поменял бы события 2010 года. А уж если бы я повторил свое решение, выставить свою кандидатуру на выборы главы и победил, то те решения, которые я принимал, в том числе и те, за которые меня сегодня судили, я бы оставил в силе. Сменщик Попова в кабинете мэра Вадим Шувалов в декабре сделал подарок то ли будущему главе, то ли самому себе. Он написал заявление об отставке и пошел на повышение. Объявил об этом городоначальник в соцсетях. Говорят, что новость стала сюрпризом, в том числе и для коллег Шувалова. События развивались стремительно. 9 числа было подписано прошение. На следующий день депутаты его уже удовлетворили. В среду я вчера направил заявление о досрочном сложении полномочий главы нашего города. Сегодня именно хочу обратиться к вам в первую очередь словами благодарности за нашу совместную работу. За то время, когда мы вместе принимали разные решения. Вадиму Николаевичу Шувалову предложена кандидатура Анны Николаевны Томазовой, заместителя главы города. Анна Томазова завершает этот год в должности, о которой еще в начале года наверняка не думала. К слову, ее выходца из образования называют одним из вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить город, но уже без приставки ИО. Имя нового мэра станет известно уже в 2021-м. Знаковое заседание парламента пройдет 18 января. За четыре недели до этой даты в шорт-листе претендентов уже четверть сотни фамилий. Год БК, кстати, сулит будущему городоначальнику путь к успеху через упорный труд. Легкими дорогами идти точно не придется. Дмитрий Круковец, Александр Бабаев, Сергей Куликов. Специально для программы «Новости. Главное».